Руперт Шелдрейк, Заблуждение науки, 2013 год. Руперт Шелдрейк, Заблуждение науки. Мне просто понравилось вступление, там несколько ключевых хороших высказываний было, поэтому я решил заново прочитать. Заблуждение науки это вера, что наука на данный момент достаточно понимает природу нашей реальности. Да, есть такое заблуждение у многих ученых, у многих сиентистов, вообще у многих у кого есть такое. И в принципе осталось только уточнить некоторые детали. Это весьма распространенное верование в нашем обществе. Это что-то вроде системы верований для людей, говорящих «Я не верю в Бога, я верю в науку». Это система верований, ныне распространенная по всему миру. Но существует определенный конфликт в самом сердце науки между наукой, как методом изучения, основанным на причинах, доказательствах, гипотезах. Правильно. Мы разделяем науку как метод, который следует, и, возможно, как практику какую-нибудь. Ну просто потому, что в последние годы так вот сложилось. Так сложилась ситуация. Так легла карта, так скажем. И коллективном сознании, и наукой, как системой верований или мировой. Ага, даже так. Я бы еще и практику отделил в данном случае. Ну просто вот первое определение, которое дал данный автор науке, ну вот приблизительно так я его понимаю. Это определенный метод, соответственно. Метод исследования, который позволяет что-то узнавать. Это не метод там создать новое лекарство. Это не метод там, не знаю, накачать бицуху. Хотя и метод накачать бицуху и новое лекарство, они как бы сейчас тоже считаются следствиями работы науки. Ну вот такое вот. И тоже считаются научными как бы. ...мировоззрением. И, к сожалению, мировоззренческий аспект науки пришел к ограничению и созданию препятствий для свободных исследований, являющихся источником жизни для самого научного стремления к знанию. Друзья, простите, пожалуйста, сейчас я буквально на секунду отойду. Буквально секунду. Все, я вернулся здесь. Подскажите, пожалуйста, ссылки на видосе в тексте с донатом YouTube не режет? В смысле не режет? Ну то есть вы пришлете, у меня будет... Сейчас я вам просто воспроизведу старый донат. Вот такая штука будет. Во. Будет написано, ссылка удалена. Кстати, Шадов пришел до того, как Цунада отреагировала. Вот и стремительно было. Да, все будет норм, я получу все ссылки, мы прочитаем, посмотрим. И посмотрим видео, если закажете видео. Обязательно. С первого века наука остается под влиянием системы верований или мировоззрения, которое неотъемлемо от материализма, философского материализма. И различные научные дисциплины сейчас целиком зависят от материалистического мировоззрения. Я думаю, что победив эту зависимость, наука возродится снова. То, что я делаю в своей книге «Заблуждение науки», которая называется «Наука освобожденная» в Соединенных Штатах, так это беру 10 научных догм или научных предположений и превращаю их в вопросы, рассматривая, насколько они выдерживают критику, насколько они состоятельны, если взглянуть на них так, как это принято в науке. Ни одна из них не проходит подобного испытания. Так, сделаю хайлайт этого замечательного видео. То есть философы, ну не то, чтобы особо парились, не то, чтобы, не знаете, тысячелетия исследования были, нет. Просто люди взяли, предложили определенные методы, посмотрели. Вроде бы работает. Вроде бы работает, ну и окей, как бы окей. Тимоти пишет, наука нуждается в материализме. Весьма спорное утверждение. Тут смотря в каком смысле понимать слово «философский материализм». Понимаете, в чем дело? Понимаете, в чем дело? Наука, безусловно, безусловно, бесспорная именно физика. Наука, которая именно физика, она базируется на философском, на турфилософском предубеждении, которое как раз растет из материализма. Материализма не в смысле Маркса, не в смысле Энгельса. Материализма в смысле, не знаю, стихии, огонь, вода, земля, воздух, там, не знаю, атомы, опейронта, вот такая вот штука. Вот из этого дискурса рождаются, не знаю, беседа про элементы. Беседа про элементы занимает в химии особое положение. Появляется таблица элементов, Менделеева в данном случае. Потом оказывается, что можно копать еще глубже. Копает еще глубже, находят еще более элементарные частицы, вещи какие-то и что-то там еще, еще глубже, еще глубже. И вот постулируются определенные, не знаю, микроскопические, это в определенном случае, да, это в определенном смысле материализм. Причем не просто материализм. Этот материализм, в отличие от материализма Маркса, в отличие от материализма Энгельса, в отличие от других каких-то интересных философских материализмов, этот материализм прям вообще наивный. То есть он наивный в том смысле, в каком он был наивный у греков, например. Он этим и интересен, он и просто одновременно, он одновременно и сложен в соответствии с этим. Но вот такая вот ситуация складывается. Это материализм в определенном смысле, конечно. То есть мы не можем представить себе химию без материализма. Мы не можем представить себе даже физику без материализма. Там дискурс материалистический представлен, так или иначе. Блин. Ладно, надеюсь, что у ЕППШ все будет хорошо. Тут был донат от маги. Ну ладно, каждый имеет право на свое мнение. Мне просто доставляет искать всякие смыслы в разных произведениях искусства. Пусть даже возможно, что автор сознательно ничего не закладывал. Мага, ничего не имею против, все хорошо. Обычная ситуация, люди, когда читают чужие произведения, так делают. Это называется «я думаю». Я думаю над произведением. Когда вы думаете над произведением, это хорошо. Это ваша интеллектуальная деятельность. Это ваша интеллектуальная деятельность. Но вы ни в коем случае, на мой взгляд, в данной ситуации не занимаетесь германевтикой. То есть не занимаетесь пониманием текста. Спасибо большое, Ян. Огромное спасибо. Посмотрим это видео. О, он психизм безумен, но с большей вероятностью правдив. Отлично. Спасибо большое. Посмотрим обязательно после Руперта Шелдрейка. Так вот, о чем я хотел ответить. Маги-то, собственно. Автор-создатель ничего не закладывал. Ну да, не закладывал, допустим. Но это не будет германевтикой, потому что германевтика направлена, должна быть направлена на понимание чего-то. Например, понимание автора. Понимание автора, наверное, самое лучшее, кого можно понять в данном случае. У вас есть две возможности. Две германевтических возможности. Вы можете понять либо себя, либо попытаться понять автора. Понять себя вы можете, в принципе, без книг попытаться. Зачем вам даже книги читать, чтобы понимать себя? Я, честно, с трудом, с трудом, с трудом, с трудом понимаю. Опа, шалам алейкум, Александр. Для поддержания положительного материального положения этого стрима. Спасибо большое, русский арт-хаус и кринж. Наверное, Храбров. Я не знаю, что это, но, наверное, Храбров. Нет? Нет, дети хоронят кота. О май гад. Спасибо большое, спасибо. Посмотрим, как дети хоронят кота. Блин, блин. Блин, что я ППШ огорчаю. Я понимаю, что вы сами огорчены сейчас. Ну, блин, ладно, продолжаем смотреть видосы. Ну, я надеюсь, все исправится. Надеюсь, вы быстро все восстановите. Мне нихера не восстановили, когда я диска потерял. То, что я хочу сделать сейчас, это вкратце рассмотреть, что эти 10 догмсовы представляют, и затем... У меня останется немного времени, чтобы обсудить одну или две из них немного подробнее. Однако по существу эти 10 догм по умолчанию являются мировоззрением большинства образованных людей по всему миру. Во-первых, природа механическая, по сути, похожа на машину. Вселенная, в общем, похожа на механизм. Животные растения, по сути, механизмы. Мы тоже, в общем, механизмы. На самом деле, мы и есть механизмы. Мы неуклюжие роботы, цитирую пылкую фразу Ричарда Докинза, а мой мозг лишь генетически запрограммированный компьютер. Во-вторых, материя не обладает сознанием. Вся Вселенная состоит из бессознательной материи. Ну, мы не знаем, так это или не так, честно скажем. У науки нет методов, которые могли бы подтвердить обратное. Или, соответственно, поскольку ученые не могут подтвердить обратное, они не могут подтвердить и данное утверждение, соответственно. Мага пишет, для меня отсеивающий критерий – форма. Но для меня форма не является отсеивающим критерием обычно. Если эстетика произведения меня привлекает, я пытаюсь проанализировать содержание и уловить идеи. А что по поводу герменевтики? Как понять автора? Спасибо. Трудно. Трудно, но я вам-то в таком случае возьму и посоветую одну свою статейку, мага. И всем, кому интересна герменевтика, и герменевтика, в частности, Александра Шадова, что я пытаюсь в герменевтике делать, я вам рекомендую зайти в статью, которая называется «Герменевтика. Ортодексология». Вот моя статья, посвященная герменевтике. Здесь немножко кратко все выражено, описано. Критика основных положений философской герменевтики приведена небольшая. Связь философской герменевтики с христианством показывается. Герменевтика и тексты. Я вообще отхожу от текстов непосредственно. Я не считаю, кстати, что автор умер. И потом провожу примеры, как вести герменевтику с точки зрения ортодексологического вживания. На самом деле у меня куда больше текстов, посвященных данной проблеме герменевтической. Ну просто потому, что я этим занимаюсь и очень давно занимаюсь. Это прям вот... Это именно мой проект, короче. Это основная часть моего проекта, потому что именно скептицизм... Ну скептицизм как бы и скептицизм, знаете. В истории философии было как минимум пять скептиков. Как минимум пять абсолютных скептиков. Но остальных мы уже не знаю, там... Можем считать скептиками, можем не считать. В зависимости от того, что мы называем скептицизмом. Себя я хоть и называю абсолютным скептиком, но основной мой проект это как раз герменевтика, основанная на непосредственно скептицизме абсолютном и на вживании. Концепция вживания у меня присутствует, прорабатывается. Ну вот большой такой пласт, небольшой текста. И доксология, соответственно, здесь тоже. У меня есть книжка доксологии. То есть здесь вы можете выйти на многие позиции. Философская комбинаторика мнений, какая-нибудь там, духовные практики. Конструирование индивидуальности. То есть основные мои методы герменевтики здесь представлены. Хорошая статья, рекомендую. Продолжаем. Сознание не присуще звездам, галактикам, планетам, животным, растениям. И оно отсутствует также и вне нас, если это теория истина. Получается, что немалая часть философии разума в течение последнего тысячелетия пыталась доказать, что в действительности мы с вами не обладаем сознанием совершенно. Итак, материя обладает сознанием о законе мироздания неизменной. Это догма номер три. Вот, кстати, да, интересная тема. Я эту штуку всегда упоминаю как важнейшую часть естественной установки. как важнейшую часть естественной установки. Вера в то, что законы природы неизменны. Ну, например, да. Почему эта догма присутствует и почему она вообще нужна? Почему эта догма вообще нужна? Ну, представьте себе мир, в котором каждые сто, двести, триста, четыреста, неважно сколько лет, каждую тысячу лет, внезапно меняются законы природы. Представляете, да, себе такую вещь? Меняются законы природы, то есть, не знаю, химические вещества. О, Жак Колосак пишет, закон в определении подразумевает неизменность. У-тью-тью-тью-тью-тью. Какой молодец. Какой гений. Продолжаем. Продолжаем, продолжаем дальше. Продолжаем дальше. Допустим, законы природы так или иначе меняются каждый там тысячу лет. Допустим. Окажется, в таком случае, что мы не сможем предсказать то, что происходило за тысячу лет, ну, предыдущую тысячу лет, потому что, ну, законы распада различных веществ изменились, соответственно, они были другими. Значит, мир развивался по-другому. Значит, не знаю, какие-нибудь оценки миллионов, миллиардов лет жизни планеты ничего не стоят. Динозавры тоже, их вычисления, их жизни, кто с кем, когда жил, тоже ничего не стоит, соответственно. Если мы просто отталкиваемся от этой догмы, берем и убираем ее. Законы природы меняются. Неважно, меняет их бог, меняются они сами по себе, так может быть записано. Может быть, закон природы заключается в изменчивости основных каких-то вот категорий философских, ну, не философских, категорий этого мира. Вдруг, вдруг в этом и есть закон природы, мы не знаем, да? Ну вот, и получается, мы не можем предсказать огромную часть различных преобразований. Законы природы сейчас все же самые, что и были в момент Большого Взрыва и останутся такими навсегда. Тимати пишет, ну, по принципу достаточного основания претензию можно убрать эту проблему про измечивость законов. Почему? Ну, то есть, мне не нравятся все эти упрощающие концепции в духе, знаете, бритва окома. Давайте отбирать самую простую концепцию из всех и не будем допускать того, что на самом деле могло бы быть. Ну, просто нахуй как бы, да, любые допущения, которые идут против нас, пусть идут к черту. И то же самое, знаете, берем самую удобную концепцию. Опа, опа, а мне хочется, чтобы законы не менялись. Это же так удобно, это же так удобно, это же так хорошо. И проблема сейчас заключается в том, что на этом строятся практически все научные методы, которые так или иначе пытаются заглянуть в прошлое. То есть, все, что связано с эволюцией практически, об этом. Аннулируем, эволюция идет нахер отсюда. Какое у нас основание, чтобы подумать, что законы меняются? А какое у нас основание, чтобы подумать, что законы не меняются? Никакого. Для меня это одно и то же в данном случае. У нас никакого основания для этого нет. Притом, я вам более того скажу. Я вам более того скажу. Философы и, не знаю, религиоветы, не религиоветы, а эти какие-нибудь там теологи, думали, что законы изменяемы. То есть, например, в разных областях этого мира, то есть, этот закон, он распространяется не только во времени, но и в пространстве. Раньше, со времен Аристотеля в том числе, считалось, что у нас есть два мира, как минимум. Под лунный и над лунный. В над лунном свои законы, в под лунном свои законы. Вот так вот это работало. Было разделение. Причем, никто, наверное, не отменял того факта, что Бог, в принципе, мог бы изменять законы природы. Потому что Бог, ну вот довольно-таки крутой дядька, по сути своей, крутой-крутой, и мог бы вообще все, что угодно изменить в любой момент, когда ему это заблагорассудится. У нас опыт в том, что в мире есть некоторые повторяющиеся паттерны. Ну и плевать на этот опыт. Мы не можем сказать, как он реализует себя на, не знаю, таких больших расстояниях. Например, я не знаю, тысячи лет, миллионы лет. Потому что наука существует, ну, меньше 500 лет. Вы должны учитывать. Ученые что-то исследуют 500 лет. Что происходило до этих 500 лет наукой не исследовано. Что хотите, то и делайте. Притом, надо понимать, что большая часть научных исследований в самом начале развития научного метода, когда вот, ну, начало нового времени произошло и так далее, и так далее, и так далее, в начале нового времени, да, тогда у ученых было мало, исследований проводилось. Мало, соответственно. И, соответственно, даже в это время могло чего угодно измениться. Только законы, но и константы физической реальности также неизменны, поэтому они названы константами и постоянными величинами. Догма номер четыре. Совокупный объем материи и энергии всегда один и тот же. Он никогда не меняется в суммарном объеме, кроме как в момент большого взрыва, когда он весь возник из ниоткуда. Так, Тимоти, у нас нет никаких оснований, чтобы верить в то, что законы не меняются. Понимаете, в чем дело? Не меняются законы. Как вы это, какие у вас основания верить в это? Что законы вот сейчас не меняются, вот в данный момент? А хуй знает. Может, они сто лет назад уже там поменялись. Двести, триста, четыреста лет назад поменялись. Ну, блин. Какая разница? Какая разница? У вас просто ни на то нет оснований, ни на другое нет оснований. Вот все. Один миг. Да, почему бы Магомеда не было возможным то, что во времена Ньютона квантовая механика, наоборот, не работала. А вот в 20 веке она начала работать, именно квантовая механика. Наоборот, начала работать. И так далее, так далее, так далее. Может быть, даже боги жили в античности. И тогда были другие законы. Кто знает. Пятая догма в том, что мироздание не имеет цели. Нет никакой цели ни в природе, ни в эволюции. У эволюционного процесса отсутствует как цель. Не, ну то есть я с автором абсолютно согласен в данном случае. Он правильно выделяет догмы науки. И эти догмы настолько фундаментальны, по большей части, что они проникают в научный метод. При этом сами по себе они не доказаны, раз, и принципиально недоказуемы. В общем, проблема это два. То есть всякий научный метод, по большей части, основывается на таких вещах, которые просто были постулированы некоторыми философами. Из головы. Из головы, по сути. Да, Федор, это интересно, что он доктор биохимии. По-моему, довольно-таки интересно. Блядь, давайте Жака Колоскока. Не знаю, какой-то дегенерат, по-моему. Пусть сидит, конечно. Ладно, банить не буду. Умственно отсталых психов, как говорится, полном. Продолжаем смотреть. Так и направление. Догма номер шесть. Биологическая наследственность материальна. Все, что вы наследуете, содержится в ваших генах, или зависит от внешнего влияния на гены, или от внехромосомной цитоплазматической наследственности. Она материальна. Догма номер семь. Воспоминания хранятся внутри вашего мозга в виде материала. Нет, акселератор, тут даже не в том дело. Если мы сомневаемся в том, что тысячу лет назад они были другими, то все упирается только в то, что мы не можем доказать обратное. Почему? Вопрос. Мы не можем доказать и это, и другое. Понимаете, в чем дело? Мы оба тезиса не можем доказать. Кого хуя мы без каких-либо аргументов верим в один тезис, но при этом отрицаем все остальные. Ну, понимаете? Вот так работает в науке. Нам удобен данный метод, и все остальные мы отрицаем. Без доказательств. Вот. Вот как наука работает в данном вопросе. Это нормально? Нормально. Приветствую, Сир Пекарь. Добро пожаловать. Очень рад видеть. Я же сказал, у меня есть опыт работы того, что в мире есть довольно много вещей, принципы работы которых не меняются. У меня нет опыта обратного. И что? И что? И что? Допустим, вы играете в игру, опять же. Допустим, вы играете в игру. Игра Evalence, например. Evalence. Хорошая игра, интересная игра. Это РПГ, который постепенно развивается. Вы начинаете с 2D мира, постепенно развиваетесь в изометрию, потом развивается все это в 3D мир. Допустим, вы застряли на первом уровне, и вы всю жизнь будете думать, что вы обитаете в 2D мире, плоском абсолютно. Ну вот, такая же ситуация может быть в реальности. Кто знает, кто знает. Я не знаю, конечно. Но просто от того, что вы убеждены в том, что реальность устроена таким образом, как вы воспринимаете с помощью своего опыта, вы можете радикально заблуждаться. Это печально. По-моему, это печально. Нет, принцип достаточного основания, на мой взгляд, это полное говно, честно говоря. Нет, серьезно, принцип достаточного основания полное говно. Я всегда это говорил, всегда буду это говорить. Это не закон логики. Это просто хуйня, которую Лебнец выдумал из головы. Ему делать было нечего, ему нужно было как-то объяснить свои догмы. И, в принципе, под это это подходило. Хотя, ну давайте подумаем, а что создал Лебнец? Монодологию. Монодология соответствует принципу достаточного основания? Нет, нихера не соответствует. Вот все. Реальных следов. То есть, понимаете, опять же, когда речь идет о Лебнеце, с одной стороны, да, принцип достаточного основания, с другой стороны, как бы, монодология, которая была вот 10 раз насрать на этот принцип достаточного основания. То есть, сам Лебнец с удовольствием, ну, как бы, нарушал этот принцип и постулировал, вот, мир, переполненный монадами и так далее, и так далее, и так далее. Господь, докажите, что монады существуют по принципу достаточного основания. Каким-то образом все, что вы помните, находится в вашем мозгу в нервных окончаниях в виде... ...что по большей части там очень много допущений, которые не основаны на принципе достаточного основания. И такое, такое, такое. Вообще современная физика не особо научна, как по мне, потому что развивается исключительно в теоретическом направлении. На Западе, по крайней мере в России, в частности, только материалы испытывают. Ну, потому что когда испытывают материалы, это как раз и не есть физика. Это как раз испытывание материалов, это практика. А физика, это как раз когда мы пытаемся что-то познать именно в теоретическом направлении, подтверждаем это опытом, составляем теории, потом составляем опыты, опровергаем эти теории или не опровергаем эти теории. Вот это наука, вот это наука. Как раз теория это наука, а практика это не наука. Практика это вообще другого рода деятельность. Модифицированных фосфор, содержащих протеинов, и никто не знает, как это работает. Но тем не менее, почти каждый в научном мире верит, что воспоминания содержатся в мозгу. Догма номер восемь. Ваш разум находится в вашей голове. Все ваше сознание является результатом активности вашего мозга, и больше ничем. Догма девять, которую следует из догмы восьмой. Ну, относительно того, что он говорит про гены сознания и прочее, 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 я просто на эти темы люблю воздерживаться. Просто плевать пока. Все эти догмы, так или иначе, следуют из тех научных работ, которые опирались на методы, которые, в свою очередь, базируются на первой догме. Которые допускают, что законы природы ни во времени, ни в пространстве, нигде не меняются, они работают одинаково. И все хорошо, все замечательно. Одни и те же законы управляют миром на протяжении уже многих-многих миллиардов лет. Поэтому мы можем просчитывать, что было много миллиардов лет назад. Поэтому в микромире работают те же самые законы, что работают и в макромире. И поэтому все, ну, так легко, так замечательно, так просто наука все рассчитывает. Наука такая молодец. Как удобно, как замечательно устроен мир, что мы можем его познать. Никаких сюрпризов не происходит. Как хорошо. Как замечательно. Как замечательно. А представьте, что законы природы начинают меняться в тот момент, когда, ну, возвращаются к исходным состояниям, когда ученые проводят над ними опыты. Ну, то есть, прикольно, да? А видите, законы меняются каждый день по-разному, пишет Джон Дойе. Во, видите? Вдруг такая система, когда ученые только начинают проводить опыт, и под них меняются законы природы, и такие, ух, ух, одни и те же результаты. Как хорошо. Ладно, продолжаем. Психологические феномены подобной телепатии невозможны. Ваши мысли и намерения не могут хоть как-то влиять на расстояние, поскольку ваш разум находится в вашей голове. Следовательно, все несомненные подтверждения телепатии и других психических феноменов иллюзорны. Люди верят, что подобное происходит просто потому, что мало или ничего не знают о статистических данных, либо они обмануты совпадениями, либо выдают желаемое за действительное. Лимонов ожил, задонатил Шадову, вот это я понимаю, вот это мое почтение. Вау, Саунд Клаудс. Убитый тесак, еще один фирменный знак. Тихо, 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 тихо. Послушаем, послушаем, чего нет. Спасибо большое, Лимонов, очень рад. И догма номер 10. Механистическая медицина — единственная медицина, которая действительно работает. По этой причине правительство финансирует исследования только механистической медицины и игнорирует другие. Здесь я, по большей части, не согласен. Ну, очевидно, наверное, очевидно. Почему люди будут нравиться? Ой, какая хуйня, которую мы не сможем посмотреть на Твиче. Так вот. Относительно последней догмы, важно понимать, что прежде, прежде, прежде всего, обычная медицина, то есть, ну, медицина, которая считается научной, она показывает лучшие результаты, чем любая из традиционных медицин. Традиционная медицина не является единым целым, во-первых. Обычная медицина, научная медицина, она является единым целым. Она подготавливает врачей на протяжении многих лет. Врачи стараются, врачи учатся. Врачи просто стараются, просто пашут на протяжении многих лет, изучают методы и подтверждают свою квалификацию, категорию. Ну, то есть, даже не важно, понимаете, на правильных методах базируется современная медицина. Чисто количественно и качественно она больше, чем традиционная медицина, может быть, даже в целом. Потому что традиционные медики, раз, они не едины, они пользуются разными методами, они не учатся так много, как учатся представители, ну, медицина обычной, соответственно. Но ввиду этого получается, что это самая, так называемая, как бы это сказать, даже механистическая медицина, о которой он говорит, она реально круче работает. Но тут с другой стороны важно понимать, что многие болезни, многие болезни медики лечат по принципу, не трогай то, что и так неплохо работает. Организм сам справляется с большим количеством заболеваний, не знаю, подавляющее количество заболеваний не особо требует каких-то вмешательств. Другая часть заболеваний требует вмешательств, но эти вмешательства будут бить по вашей гормональной системе или по каким-нибудь другим еще системам организма. То есть вы можете как-то избавиться от заболеваний, не то чтобы избавиться даже, а как-то удерживать ваше хроническое заболевание, немножко жертвуя какими-то другими ресурсами организма, получается. Лекарство какое-нибудь гормональное или не гормональное будет немножко все в вашем организме так портить с одной стороны, но с другой стороны будет снижать очень опасные симптомы. Да, важно еще понимать, что научная медицина частично включает в себя традиционную, просто ввиду того, что некоторые штуки реально там работают. Какая-нибудь там йога, если вам нужно успокоиться, например, дыхание свое, дыхание свое сделать четким, ясно. Ну, в принципе, йога хороший метод, что сказать, что сказать, не всегда же... Ну, то есть, смотрите, например, лечебную физкультуру порой можно заменить на йогу, например. Почему бы и нет? Куда пойдете, если зубной нерв защебет? На самом деле я пойду к врачу, очевидно, дело. Относительно, кстати, зубных врачей, относительно зубных врачей, врачей, все, в принципе, довольно просто. Если любой терапевт, знаете, в чем дело, терапевт, например, терапевт, дядька терапевт приходит, вы приходите к дядьке терапевту, и дядька терапевт говорит, чувак, ты просто полежи-ка на кровати, и все, и не выебывайся, как бы, я тебе могу аспирина наебошить, как бы, по полной штаны аспирина тебе накину. Вылечиться это тебе не поможет, на самом деле. Может быть, даже еще хуже сделает. Но, чувак, ну, ты хотя бы спокойно полежишь. С тем же самым способом можно лечиться с помощью традиционной медицины. Знаете, меня бабуля там баночками меня вот так вот покрывала какими-то, что только не делала. А когда температура поднималась, меня какой-то херней мазали, уксусом вроде бы. И я вроде жив до сих пор, знаете. Знаете, я вроде бы до сих пор жив. Может быть, я даже думал, что это как-то работает, и, может быть, даже как-то мне казалось, что помогает. Может, она тоже помогала. Хрен его знает. И обычно терапевты, врачи, знаете, в таких случаях, когда у вас простуда, грипп, там, аллергия какая-то или еще какая-нибудь херня. То есть, они вам не много чем помогут-то на самом деле. По большей части они скажут, ну, спокойно, делай, что хочешь, как бы. То есть, тут довольно сложная, на самом деле, ситуация. Вот, например, когда речь идет о всякого рода хирургии, ну, стоматология во многом похожа на хирургии в этом смысле. То есть, вмешательство в работу организма вообще прям вот брать, расхерачиваем тело, открываем, смотрим, достаем, вставляем. И вот такие вот чисто механические штуки, это, конечно, к медицине 100% надо обращаться. Люди, которые этим занимаются, они занимаются этим всю жизнь, по большей части. И профессионально занимаются. Вероятность того, что шаман у вас сердце достанет и поставит вам новое, и оно будет при этом работать, значительно меньше, чем то же самое пройдет с хирургом каким-нибудь. Поэтому, поэтому я все-таки, я за обычную медицину. Обычная медицина мне куда приятнее. Альтернативные виды терапии, которые не могут работать в принципе, потому что они не вписываются в механистическое мировоззрение. Не, ну, некоторые виды терапии могут работать в разных случаях, зависит от ситуации по большей части. Зрение иногда не создает впечатление, что работают, поскольку людям стало бы легче в любом случае, или из-за эффекта плацебо. В реальности работает единственная механистическая медицина. Что ж, этот умер. Не, ну, она работает, на мой взгляд, не только потому, что она невероятно хороша, невероятно замечательная, и лучшей этой медицины не может быть в принципе. Она работает, по большей части, потому что в ней большое количество людей принимает участие. Большое количество людей, которые проверяют работу друг друга, которые постоянно так или иначе отвечают за свою деятельность. Отвечают не только финансово, но и в принципе даже уголовно отвечают за свою деятельность. В этом смысле, в этом смысле, обычная медицина топ. То есть, в том смысле, что если врач какую-нибудь херню с вами сделает, вы его посадить можете, как минимум. Уже неплохо, уже как бы неплохая альтернатива-то, да, ну, то есть, на врача налагается своеобразное обязательство. Очень большие и очень жесткие. Это хорошо. И что самое главное, это хорошо. Для нас, пациентов, это просто замечательно. Шадов, ты в это веришь? Во что? Не, я в это не верю. В данном случае, это такая практическая установка, скорее, такая практическая установка. Мне кажется, куда более, не знаю, адекватно, что ли, обращаться к врачу практически, который занимает своей деятельностью 6 лет хорошо, много и вылечил много пациентов, чем наоборот. Верю ли я в свои слова, скорее, нет, чем, да, но вдруг, вдруг наш мир иллюзия, и все врачи, это, знаете, это как люди, которые хилкой занимаются, как, короче, не знаю, персонажи какие-нибудь в ММО и РПГ, которые вас лечат. Может быть, это так работает. Хер его знает. Это мировоззрение, с которым по умолчанию согласны почти все образованные люди по всему миру. Это основа системы образования, национального здравоохранения, Совета по медицинским исследованиям, правительств. Это основное мировоззрение образованных людей. Вы понимаете, в чем, Тимати, проблема? Но обычная медицина, обычная медицина, по большей части вопросов, она не дает вам каких-то удивительных ответов. Вот так вот сложилось, что человек, в принципе, может пережить большую часть заболеваний, включая какой-нибудь даже коронавирус. Как ни странно. Как ни странно. Многие, вот, например, пример с коронавирусом. Коронавирусом. Многие... На рулетку первые полчаса разговариваем на позитиве, просвещаем про философию и читаем стихи. На остальное жестко подрываем на тему науки. Страну Украину поставь. Нас впереди ждет мясо, соответственно. Чат-рулетка, я ее пока просто высвечу здесь. У нас около часа, часа, да, чат-рулетки пусть будет. Вунш-пунш. Где моя чат-рулетка? Чат-рулетка, большое спасибо, мое почтение. Пока мы не начинаем ее, пусть она здесь светится. Типа, бля, сколько сегодня бабла. Хорошо зашел, как говорится. Как говорится, хорошо зашел. Так вот. Относительно коронавируса. Многие люди переживают коронавирус, ну, довольно легко, соответственно. Соответственно, для того, чтобы пережить коронавирус, им даже не нужно ходить к врачу. Многие даже не замечают, как они пережили коронавирус. Понимаете, в чем проблема? Некоторые болезни, гриппы особенно, они у кого-то проходят тяжело, а у кого-то легко. И, соответственно, всем пофигу. Большинству людей чисто физически оказывается пофигу, как ни странно. Есть тяжелые формы, коронавирус там, лежишь, тебя трубка в рот вставлена в легкие, и ты еле-еле там выживаешь. Есть такие случаи. Есть такие случаи, но по большей части, по большей части, что-то вот как-то вот легко проходит у большинства. Однако я думаю, что каждый из этих догм весьма и весьма сомнительно. Когда вы взглянете на них внимательнее, они разваливаются прямо на глазах. Ого. Нифига себе. Маргинал быстрый. Я хочу рассмотреть в первую очередь идею, что законы в природе неизменны. Это что-то вроде похмелья от предыдущего, более старого мировоззрения, царившего до 60-х годов 20-го века, когда на сцену вышла теория Большого Взрыва. Люди думали, что Вселенная сама по себе вечна и управляема вечными математическими законами. Блядь, что-то он быстро ускорился, на самом деле. Когда была сформулирована теория Большого Взрыва, предыдущие предположения никуда не делись, несмотря на то, что Большой Взрыв открыл нам Вселенную, которая радикально другая, ей примерно 14 миллиардов лет, она росла, развивалась и эволюционировала 14 миллиардов лет, расширяясь и остывая, и все больше структуры и систем появлялись внутри нее. Но идея в том, что все законы мироздания полностью неизменны с момента Большого Взрыва, как Космический Кодекс. Вот, вот, кстати, очень важно, очень важно. Опять же, когда я говорил с Бояршиновым, он сделал такой, знаете, рефрен, мол, а нет, а нет, а нет, а вот, вот. Когда Большой Взрыв был, там были другие законы, как бы, там были совершенно другие законы, а вот потом уже как бы да, а потом уже как бы да. Вообще, сама возможность предсказания и проверки существ, вообще происхождения Большого Взрыва, ведь мы не видим этот Большой Взрыв, никогда не увидим, он при нашей жизни никогда не произойдет, понимаете, в чем дело. Все, все возможные способы открытия этого самого Большого Взрыва основаны были на том положении, что законы нашего мира неизменны, что реликтовое излучение, например, оно не появилось из воздуха, вот так, как оно вот у нас нам видится сейчас, вот оно не появилось из воздуха, из ниоткуда. Нет, 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 оно, оно как бы продолжало определенное движение, которое, в принципе, подчинялось определенным законам, соответственно, и все, все в этом мире не появляется из ниоткуда, действует по причинно-следственным связям, все хорошо, все отлично, все замечательно. Складывалось на протяжении нескольких миллиардов лет, между прочим. С Наполеона. Как любил говорить? Да нет, Джон Дой, тут, конечно, фишка заключается в том, что у физиков есть свой рефрен, у современных физиков. Они, в принципе, могут станцевать вот таким образом, что, да, закон природный, ну, типа, ну, был случай, когда их, короче, не было, потому что не было пространства, времени не было, по их предположениям, не было пространства и времени, соответственно, большинства законов просто не было и не могло быть. Ой, пятая серия пацанов, осталось еще три. Фух. Не, ребят, если заплатите, я могу посмотреть, начинать смотреть хоть сейчас пацанов. Ну, не прямо сейчас, а на ГГ после, например, стрима я бы с удовольствием посмотрел. Но я обычно смотрю вот сразу весь сезон, и на ГГ хрен его знает. Можешь попробовать? Подумаем. Здесь мой друг Терренс Маккена. Современная наука основана на принципе. Дайте нам одно неограниченное чудо, и мы объясним все остальное. И это самое неограниченное чудо, это появление всей материи и энергии во Вселенной, и всех законов, и управляющих из ниоткуда в единый миг. Да, кстати, охуенная тема тоже. Серьезно прикольная фишка. Я напоминаю, что товарищ Бояршинов на стриме совместном говорил как раз, что это чудо, это какая-то магия, непонятно откуда, но появилась материя, все проявилось, все круто. Да, может, реальных законов нет. Итак, в неэволюционирующей вселенной почему не должны эволюционировать законы? Хотя, тем не менее, человеческие законы меняются, а идея законов природы основана на метафоре законов человеческих. Это весьма антропоцентрическая метафора. Неправильно. Неправильно, Роперт Шелдрэк. Здесь вы пропустили очень важное звено. Метафора о законах в науке основана на метафоре законов в религии. Прежде всего, когда речь идет о законе Божьем. Неизменный закон. Неизменный закон, так вот получается. Неизменный закон, который так или иначе работает постоянно. Вот мощный закон, который постулируется Богом. Законы человека, соответственно, конечно же, изменчивы. Но христианство взяло вот этот законодательный дискурс как раз, да, по аналогии с человеком. Но вы пропустили это важное звено, когда произошел переход от постулирования законов людьми к постулированию законов Богом. И потом постулирование этих самых законов уже самой природой, соответственно. То есть, Бог и природа здесь являются определенными параллелями, причем очень важными параллелями. Их исключать невозможно. Очень важно вообще понимать, что наука во многом впитала в себя некоторые догмы христианства. Вот как раз перенести те функции, которые выполнял Бог, с Бога на природу. Да, и пытались сделать многие ученые такую вещь. И, соответственно, в попытках это сделать появлялись пантеистические концепции, которые называли природу Богом, например, или делали что-то вот подобные вещи, подобные финты. Все люди имеют законы, все цивилизованные общества имеют законы. Как когда-то говорил Клайв С. Льюис, сказать, что камень падает на землю. Да, правильно, Тимоти, здесь проблема индукции прежде всего наблюдается. Потому что подчиняется определенному закону, значит, назвать его человеком и даже гражданином. Это метафора, к которой мы так привыкли, что забыли, что это метафора. В эволюционирующей вселенной, я думаю, гораздо более хорошая идея, это идея обычаев, традиций. Я думаю, что обычаи во вселенной эволюционируют, что закономерности в природе скорее похожи на привычки. Эта идея была выдвинута в начале 20 века американским философом Чарльзом Сандерсом Пирсом. И это та идея, которую принимали в расчеты другие философы, та, которую я сам развил в научную гипотезу, гипотезу морфического резонанса, являющегося основой этих эволюционирующих обычаев. Согласно данной гипотезе, все в природе имеет некую коллективную память. Резонанс происходит на основе подобия. Когда эмбрион молодого жирафа растет в утробе своей матери, он настраивается на морфический резонанс. Коллективные разумы, как их доказать, как их найти, непонятно, но звучит очень интересно. Она также предполагает, что если вы дрессируете животных, учите новому трюку, например, крыс, допустим, здесь, в Лондоне, то по всему миру крысы того же вида должны учиться этому трюку быстрее, просто потому что его уже выучили крысы, находящиеся здесь. Интересная фишка. И что неожиданно, уже есть доказательства, что это действительно происходит. Как бы то ни было, это моя собственная гипотеза, если вкратце, морфического резонанса, все зависит от эволюционирующих обычаев, не от неизменных законов. Но я хочу потратить также еще несколько... Министр, 40 рублей. Что такое ощущение, и почему они существуют? Следующий из этого вопрос, почему существуют феномены? Нет, на самом деле все наоборот, министр. Давайте я вам поясню, в чем проблема. Основная проблема вашего вопроса заключается в том, что феномены существуют. Феномены сами по себе существуют. Вы из феноменов делаете вывод, что у вас есть ощущения, органы чувств и все вот такое вот, соответственно. А потому что феномены, они просто как бы есть. На самом деле человек, по большей части, если в самом простом виде пытаться выразить, что такое человек, человек — это, не знаю, феномены. И вокруг этих феноменов вращается колоссальное количество каких-то там, не знаю, теорий, объяснений и так далее, и так далее, и так далее. Человек — это просто феномен, получается. Человек — это, не знаю, зеркало для феноменов. Ну, не знаю, как это даже сказать. Феноменальный мир, он как бы есть, потому что он не требует своей истинности. в этом кстати дискурс феноменов отличается от дискурса опыта например вот феномен это феномен это просто феномен неважно вы играете в игру неважно виртуально она или реально вы воспринимаете феномены неважно реальный мир вокруг вас или ложен это все феномены неважно видите ли вы галлюцинации иллюзии какие-нибудь там не знаю миражи где-нибудь видите это все феномен, это все феномен получается из феномена, из феномена конкретно вы можете получать опыт из феномена вы делаете выводы о том что такое ощущение, я честно говоря как скептик, я не знаю что такое ощущение я не знаю что такое ощущение, честно говоря довольно странная вещь для меня эти самые ощущения причем они довольно разнородные, вот я вижу монетку вижу монетку, а ищу пою монетку монетка холодная Вот мы можем ее понюхать У нее запах такой металлический, интересный Соответственно, на вкус можно попробовать Такой тоже металлический вкус А, гады, сцена, я попробовал монетку Вячеслав пишет Ну, то, что что-то есть феномен, нам ни о чем не говорит Бесполезная шняга, да? В этом и вся проблема познания, кстати Из этого Из этого и рождаются основные проблемы познания Потому что на самом деле, то, что феномен есть Нам вообще ни о чем это не говорит То есть, абсолютно Пустая совокупность слов Ну, феномены, вот они Типа, окей Вопросы начинаются уже после А что, это реальные штуки или нереальные штуки? Как они работают? Что из этого следует? Вот тогда мы начинаем теории складывать Фух, шуе-ппш Я надеюсь, все у вас получится Потому что, ну, если игрушка задержится На обсуждение констант в природе, поскольку они так же привычно воспринимаются, как постоянные величины Такие вещи, как гравитационное постоянное Скорость света называют фундаментальными постоянными Действительно ли они постоянны? Что ж, когда я заинтересовался этим вопросом, я попытался выяснить Они все напечатаны в справочниках по физике Справочники по физике содержат в себе существующие фундаментальные константы Сообщают вам их значения А я хотел проверить, не изменяются ли они Поэтому я нашел старые издания физических справочников Я пошел в библиотеку патентного офиса Здесь, в Лондоне А потом в любую, какую мог найти, где хранили старые издания Обычно люди выбрасывают их, когда выходят новые, а не выбрасывают старые И когда я это сделал, я выяснил, что скорость света упала за период между 1928 и 1945 Примерно на 20 км в секунду Это серьезная цифра, поскольку они даются со всеми возможными погрешностями Как минимум с десятичными долями Несмотря на это, по всему миру она упала И они получали значения, очень близкие друг к другу с крошечными погрешностями Потом в 1945 она повысилась В 1949 повысилась снова, а затем Люди стали снова получать очень близкие друг к другу значения Я был сильно заинтригован этим И я не мог понять, что это значит Поэтому я встретился с главой отдела метрологии в Национальной физической лаборатории в Теддингтоне Метрология — это наука, в которой люди измеряют константы И я спросил его об этом, я задал вопрос Как вы относитесь к падению значения скорости света между 28 и 45? И он ответил О господи, вы обнаружили самый неловкий момент в истории нашей науки Что ж Я спросил, а могла ли скорость света в действительности упасть? Ведь это может иметь ошеломительные последствия Если я так, он сказал, нет-нет, конечно она не могла по-настоящему измениться Это же константа Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха О, ну-ка, вот она как работает Опыт Опыт, опыт, видите, опыт все значит Но нет, по-хуй, у нас же догмы есть, как бы О, ну хорошо Как же вы тогда объясняете факт, что она остановилась все медленнее и медленнее в этот период? Не потому ли, что они подгоняли результаты под то, что, как они думали, должны получать остальные люди? И все это было просто порождением мозга нескольких физиков? Он сказал, нам не нравится, когда люди используют слово «подгонять». Я спросил, а какое слово вы предпочитаете? Он ответил, ну мы предпочитаем называть это интеллектуальной фазовой синхронизацией. Я спросил, если это происходило тогда, как вы можете быть уверены, что этого не происходит сегодня? И что нынешне... Ну не, я на самом деле, когда учился в университетах, я учился в трех университетах, я видел три университета. Люди постоянно пиздят, как бы, ну то есть ученые постоянно пиздят, как бы, ребят. Вот свыкнитесь с этим, свыкнитесь как-то с этим. Они выдают необоснованные вещи, нередко заобоснованные. Это просто нормальная ситуация. Я учился не только на философа, соответственно, я учился еще и на физрука, получается. Это довольно прикладное образование. И там, поверьте, в этом прикладном образовании, пиздежа тоже очень много такого вот. Такого вот, за который пояснить люди не могут. Какие значения не были созданы при помощи интеллектуальной фазовой синхронизации? Он говорит, мы знаем, что это не так. Я спросил, откуда такая уверенность? Он говорит, ну, мы решили эту проблему. Я поинтересовался, как именно. А он говорит, в общем, мы зафиксировали скорость света окончательно, в 72-м году. Я сказал, ну получается, она до сих пор возможно меняется. Он ответил, да, но мы этого не узнаем, поскольку мы определяем метр относительно скорости света. То есть иначе единицы измерения будут меняться вместе с ней. Иными словами, он был весьма доволен тем, что они решили эту проблему. Затем я спросил... Кстати, видите, что интересно? В соответствии со скоростью света измеряется метр. Добро пожаловать, друзья, в мир, в котором цифры, числа, значения зависят от... От мира, в котором, например, что-то может меняться. Могут меняться длинные, могут меняться расстояния даже. Самая банальная, самая банальная, самые банальные вещи, окажется, могут меняться. Представляете себе, какая интересная ситуация может произойти. А что насчет большой G, гравитационной постоянной, известной в научной сфере как большая G, поскольку пишется через прописную G. Универсальная гравитационная постоянная Ньютона, которая изменялась более чем на 1,3% за последние годы. И она, похоже, меняется от места к месту и с течением времени. Он говорит, это всего лишь погрешности. Но, к сожалению, слишком большие погрешности сопутствуют большой G. И я спросил, а что если она действительно меняется? Я имею в виду, возможно, на самом деле, она не постоянна. И я обратил внимание на то, как они это делают. Это происходит таким образом. Они измеряют ее в разных лабораториях, получают разные значения в разные дни, а затем усредняют их. Затем другие лаборатории по всему миру делают то же самое, они выдают обычно разные усреднения значения. Затем Международный комитет меры весов устраивает встречи раз в 10 или около того лет, и усредняет усреднения из лабораторий со всего мира, чтобы определить значение большой G. Но что если G действительно колебалась в это время? Что если она менялась? И существует определенное доказательство, что она меняется в течение дня и в течение года. Что если Земля в процессе движения в галактической среде проходила сквозь участки темной материи или иные среды и факторы, которые могли менять это G? Может быть, они меняются все вместе? Что если эти погрешности растут и уменьшаются вместе одновременно? Кстати, если погрешности так или иначе меняются вместе одновременно и в определенных пропорциях, но мы можем просто не заметить эти изменения, соответственно. Более 10 лет я пытаюсь убедить метрологов взглянуть на сырые цифры. В общем, я сейчас пытаюсь уговорить их вывести эти данные в сеть с датами и действительными измерениями, и посмотреть, нет ли закономерностей, проверить, не растут ли они все время в какой-то момент или понижаются в последующий. А ЦУНАДА-ДЖИ гравитационная постоянная. Пусть им они вдруг колеблются как одно целое, это может быть им очень весьма и весьма интересное, но никто не сделал этого. Они не делали этого, потому что G — это константа, нет смысла искать изменения данных. Видите, это один очень простой пример, когда догматическое допущение в действительности препятствует исследованиям. Я сам думаю, что постоянные величины могут меняться, довольно существенно, в определенных границах, которые, возможно, также изменчивы. И я думаю, придет день, когда научные журналы вроде Nature будут публиковать еженедельный отчет по константам, как данные фонда о рынках в газетах. На этой неделе большая G слегка поднялась, значение заряда электронов падало, скорость света оставалась стабильной и так далее. Что ж, это лишь одна сфера, всего лишь одна часть знания, где я считаю, думая менее догматично, можно немало и открыть. Ну тут другой вопрос, тут другой вопрос. А зачем нам думать менее догматично, если, в принципе, весь научный метод строится на определенных принципах? Зачем нам пытаться что-то переоткрывать дальше? Ученые могут так вам отойти. Одна из крупнейших областей — это природа разума. Это одна из самых трудно разрешимых проблем, как только что говорил Грэм Хэнкок, что наука просто не может смириться с тем фактом, что мы сознательны. И она не может смириться с фактом, что наши мысли, похоже, не находятся внутри нашего мозга. Наш обычный опыт показывает, что мысли не находятся в нашем мозгу. Мое изображение перед вами сейчас не выглядит, словно оно внутри вашего мозга, хотя официальный взгляд... Но, кстати, не только наука не может смириться с тем, что мы сознательны, еще и убермаргинал не может. Потому что это самое сознание... Это, кстати, из точки зрения многих ученых, из точки зрения убермаргинала, оно не поддается верификации, соответственно. Поэтому его нельзя изучать, поэтому его нет. Хотя бы вот я его сейчас чувствую, например. Мне кажется, что мое сознание есть. А каким-то долбоебом в халатах и пауку кажется, что его нет. Как они это докажут? Непонятно. Непонятно, я не знаю. На это, что это как бы маленький Руперт болтает что-то, где-то внутри вашей головы, и все остальное в этой комнате внутри вашей головы. Все, что происходит с вами, происходит в вашем мозгу. Я предполагаю, что в действительности зрение вызывает внешнюю проекцию изображений. Все, что вы видите в вашем разуме, не внутри вашей головы. Наш разум простирается за пределы нашего мозга в элементарном акте восприятия. Я думаю, мы проецируем изображения, которые видим наружу, и эти изображения прикасаются к тому, на что мы смотрим. Да нет, я здесь не ошморил мой маргинал, я здесь скорее сказал мудаки в халатах про ученых и паук. И паук, я, кстати, его не обозвал здесь, заметьте, я его не обозвал, я сдержался, я специально поставил так предложение, составил, все верно. Не, на самом деле, на самом деле очень странная просто позиция, на мой взгляд. Сознание, оно нам как бы вроде бы дано. Дано почти так же, как нам даны феномены, например. Феномены, феномены друг друга мы проверить не можем, в этом проблема квалия заключается. То есть феномен одного человека может отличаться от феноменов другого человека, просто эти феномены мы можем называть одними и теми же словами, например. Мы показываем там красный, я вижу реально красный цвет, он видит зеленый цвет. Но тот человек, с которым мы договорились, что вот мой красный для него, а его зеленый это красный, мы вместе сказали, что это красный одновременно, мы вместе будем называть этот цвет красным, соответственно. Он будет называть тот цвет, который ему кажется зеленым красным, а я буду называть красным, как красный. Маргинал считает, что квалия тоже нет. Ну, квалия это не факт, это допущение. Понимаете, в чем дело? В чем дело? Это неверифицируемое допущение. Оно и постулируется как неверифицируемое допущение. Квалия нет? Окей. Окей. А как ты докажешь обратное? Как ты докажешь, именно докажешь? Как ты именно докажешь, что квалия нет? Как ты докажешь, что мы все люди, кроме нездоровых людей, там у кого дальтонизм, например, одинаково воспринимают вещи? Как ты, блядь, это докажешь? Это неверифицируемо, это никак не подтвердить. Есть простое допущение? Простое допущение, мол, вот мы сидим здесь, сидим, и одинаково воспринимаем вещи. Вот вы видите синюю футболку, ну и все видят, что она синяя. Я вижу, что она синяя, там моя бабка видит, что она синяя. Гитлер видит, что она синяя, ну Гитлер умер, правда. Маргинал видит, что она синяя. Но проблема заключается в том, что мы этого доказать по большей части не можем. Как раз потому, что это базируется именно на феноменальном мире. На самом простом таком базовом мире относительно феноменов мы даже, кстати, не можем утверждать, существуют ли вообще другие люди. Серьезно, это философская проблема на самом деле. Это одна из философских проблем. Например, когда Беркли спросили, а существуют ли другие души? Вот в вашей системе есть Бог, есть вы и есть восприятие, соответственно. А души других людей есть? Он сказал, ну да, да, скорее всего есть, конечно. Но, блядь, хуй знает. Это никак не проверить, это никак не проверить. Мертвый человек не может видеть? Да, вы глазист с шатом. Да, 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 да. Это как в армии где-нибудь на приеме, да, сидишь в такой, и тебя спрашивают, как, что он может видеть? Как хорошо он видит. Что скажешь о диалоге Протагор? Один из моих любимых рекомендую. Ну, то есть, диалоги с софистами крутые, но софисты там проигрывают. Я думаю, это потому что... Ну, потому что писали Платоны, которые всякие были против софистики. Я смотрю на вас со спины, и вы не знаете, что я у вас за спиной, смогу ли я на вас... А почморите еще паука. Да я не чморю паука, ребят. Хотя, ладно, большую часть времени... Я на этом как бы деньги зарабатываю. Чморили паука, ну да ладно. Это нужно делать, знаете, с душой. Это вот приходит, когда момент, можно почморить паука. Вот когда ты понимаешь, что сейчас нужно, нужно сделать это. ...воздействовать, почувствуете ли вы мой взгляд? Есть очень много доказательств, что люди способны на подобное. Ощущение, что на тебя смотрят, является исключительно распространенным переживанием. И недавние экспериментальные исследования, в общем, доказывают, что это реально. Животные, похоже, переживают то же самое. Я думаю, это, по-видимому, развилось в контексте взаимодействия хищник-добыча. Животные со статусом добычи, которые могут чувствовать пристальный взгляд хищника, будут выживать лучше, чем... Так, Тим Эти Тиберюс, понимаете, в чем проблема? Противоположное утверждение тоже прыжок. Тоже догматический, тоже неправомерный. Все, что вы делаете неправомерно. Все, что вы делаете, не доказано. Все, что вы делаете, сомнительно. Вот все. Смиритесь с этим, короче. Ну, либо доказывайте. Либо смиритесь, либо доказывайте. Вы не можете, блять, просто так нахуй сказать. Пошли нахуй в пизду. Все, это самая простая точка зрения моя. Все, остальные точки зрения говно. Остальные точки зрения говно. Моя самая простая, очевидная, она не требует доказательств. Она заебись. Когда вы поступаете таким образом, как поступают ученые, религиозные фанатики, прочие там дегенераты, вот когда вы поступаете таким образом, как там паук, например, поступает, а как поступают вообще почти все люди на земле, когда вы поступаете именно таким образом, вы сразу же теряете фундаментальное отличие с представителями любой религии. Все. Здравствуйте. Добро пожаловать. Вы теперь тоже там религиозный человек. Даже если вы ученый, даже если вы философ, вы просто религиозный человек. Поздравляю. Те, кто не умеет этого, это ведет к новому образу мышления относительно экологических взаимоотношений между хищниками и добычей, ну и насчет протяженности нашего разума. Если мы смотрим на далекие звезды, я думаю, наш разум протягивается настолько, чтобы коснуться этих звезд, и без преувеличения простирается на астрономические расстояния. Наш разум не может находиться только в наших головах. Что ж это может показаться ошеломительным, что это является темой обсуждения в 21 веке? Мы знаем настолько мало... Так, темати, вот я как раз не обязан доказывать, потому что я сомневающийся человек. Понимаете, в чем дело? Вот я, например, в принципе, я в принципе вообще могу ничего не доказывать. Я выражаю сомнения. Я не утверждаю первое, я не утверждаю второе, я не утверждаю третье, я не утверждаю четвертое. В этом, в принципе, во многом и заключается скептицизм. Это позиция, которая во многом позволяет захватывать все остальные позиции и работать с ними. Мало о нашем разуме, что местонахождение изображений в нашем разуме является темой горячего обсуждения в сфере изучения сознания сегодня. У меня было время, чтобы... Просто в суде... в суде познания скептики от судьи. А чем на жизнь зарабатываешь? Стримами. Обсудить еще некоторые из этих догм, но каждая из них вызывает вопросы. Когда кто-либо задает их, новые формы исследований, новые возможности открываются перед нами. И я... Думаю, что когда мы подвергаем сомнению эти догмы, сдерживающие науку столь долгое время, наука переживет новый расцвет. Ренессанс. Я твердо верю в важность науки. Я провел всю свою жизнь, занимаясь научными исследованиями, всю свою карьеру. И я думаю, что, выйдя за пределы этих догм, она будет возрождена, снова станет интересной и, как я надеюсь, жизнью утверждающей. Спасибо. Перевел Святослав Макаров, озвучил Рамбов. Хорошее видео, хорошее. Респект ученому этому. Мое почтение. Люблю мыслящих ученых.